Борщевик Сосновского или как его еще называют месть Сталина по всей Чувашии занимает площадь около 300 гектаров. Пока его распространение на территории сельских поселений не вызывает опасений. Если ситуация выйдет из-под контроля, появится серьезная угроза. Сок сырника для человека вызывает ожоги, аллергию и удушье. В редких случаях летальный исход. Центр управления регионом уже зарегистрировал случай неосторожного обращения с растением. В Чувашской республике борщевик Сосновского распространился уже на 300 гектаров. В 2021 году на борьбу с сырником в республике выделили больше 8 миллионов рублей. Деньги уже направлены в районы. Он прорастает по всей Чувашской республике. А именно в нашем районе данное растение занимает площадь 13,9 гектара. В основном он у нас расположен вдоль берегов рек, где идет водоохранная зона. Поэтому предусматривается только механическая работа. Рядом с деревней Арзюнокосыча до Косинского сельского поселения борщевик разросся уже на гектар. Развесистые зонтики по берегу реки Унга. Химическая обработка растения запрещена, а трактор даже не подъедет. Повсюду овраги. Придется работать вручную. У нас в районе был тендер, выиграл и по Аркадьев. Он обязался до 30 сентября полностью вот эти участки обкосить. Борьба с борщевиком Сосновского – дело непростое и даже опасное. Сок растения поражает кожу. Правда, при одном условии – нужен яркий солнечный свет. То есть ночью борщевик полностью безопасен. Но лучше обходить сорняк стороной. Если сок, он, кстати, без цвета и запаха, похож на обычную воду, попал на кожу, действовать нужно быстро и правильно. Обильное промывание ожоговой поверхности водой. Можно мылом. И дольше промывать минут 15-20. Затем наложить повязку, ассептическую повязку. Борьба с борщевиком в России длится уже больше полувека. После военные годы он был привезен по поручению Сталина в качестве нового и питательного корма для сельскохозяйственных животных. Растение придавало молоку коров странный горьковатый привкус. Поэтому от него решили отказаться. Но избавиться от сырника, как оказалось, большая проблема. Екатерина Никитко, Алена Алтухова, Георгий Кривошейн, Республика.